Если вы хотите узнать, как легко, быстро, практически за одно движение приготовить такого вкусного гуся в духовке, смотрите это видео до конца. Вам понравится. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю гуся. Огромного гуся целиком. Это будет очень простой рецепт. Все любят кушать гусика, но почему-то многие боятся его готовить и думают, что это очень сложно и долго. Я сегодня покажу, как можно легко, быстро, практически одним движением руки приготовить целого гуся в духовке, легко, быстро и красиво, с обалденнейшим гарниром. Эта птичка весит 4 килограмма 400 грамм. Она достаточно упитанная, но в то же время молодая. Я сейчас изнутри достаю жирочек. Он очень ценный, вкусный и мне пригодится для приготовления других шедевров. Оказывается, здесь столько места, можно машину ставить. Очень много, и это место я буду использовать для фарширования. Гусь у меня предварительно уже, скорее всего, обработан. Кожа у него стянута, его облили кипятком. Если ваш гусь с такой дряблой старческой кожей, его нужно обязательно облить кипяточком, чтобы кожа у него немножко стянулась. Вот здесь у гуся есть две сальные железы, которые смачивают его перышки жиром и они не намокают. Многие их удаляют, я их удалять не буду. Я думаю, эта железа мне очень понравится и она будет вкусненькая. Так как рецепт гуся очень простой и быстрый, я его заранее мариновать не буду. Сейчас я беру белый перчик и зеленый перец. И обычную крупную соль. Пропорции соли очень простые. На один килограмм гуся я беру чайную ложку соли. А также немного сушеного тимьяна. Чтоб понравилось моим друзьям. Гусик уже практически готов. Сейчас он в сольке полежит пару часиков, а я пока сбегаю за яблочками. Гусь это такая птичка, которую можно фаршировать любым фруктом, лишь бы он был кисленький. Все что есть, все пригодится. Айва, яблоки и чесночок. Чесночок я раздавил ножом. А здесь у меня свежий тимьян. Пахнет обалденно. Туда тоже добавим. Теперь я беру зубочистки и вот так вставляю. Это очень легкий и быстрый способ, как без иглы зашить отверстие. И вот так. Раз. Это сюда. Это сюда два. И вот так зашнуровываю. Я буду готовить гуся в фольге. Это очень просто и быстро. Гуська я кладу вот сюда. Вот так. Я прокалываю кожу гуся зубочисткой, чтобы жирок, который находится под кожей, мог вытапливаться. Чтобы гусь не улетел и тем более не убежал. Подмышки ему по апельсинчику, чтобы приятно пахло. Заматываю фольгу, но чтобы здесь еще циркулировал воздух. Духовка разогрета до максимальной температуры. Сейчас я туда ставлю гусика на 20 минут. И я обязательно в противень наливаю кипяточка. Черный перчик. Зерна кориандра. Эти пряности я смешиваю для того, чтобы приправить картошечку. Попробуем проткнуть зубочисткой. Гусик уже полностью готов. Гусь провел в духовке 4 часа. Из них часик он, наверное, нагревался до температуры, при которой запекают гусика. И еще 3 часика готовился. Картошечка, остатки яблок и остатки айвы. Я все посолил, поперчил и приправил кориандром. Слегка перемешать, чтобы овощи и фрукты покрылись жирком, который вытопился из гусика. На руки и на ноги гусику я одеваю сапожки и рукавички, чтобы ему было не слишком жарко в духовке. Хороший тяжеленький ужин. Это все я ставлю в духовочку, чтобы приготовились овощи. У меня есть жирок, который я собрал с противня. Я им каждые 10 минут буду поливать еще гусика. Когда уже слишком будет золотиться шкурка, я прикрою его фольгой. Друзья, если бы вы знали, как пахнет мясо гуся. Это что-то особенное. И шкурка, и жирочек, и мяско, и все одновременно. Мясо упругое. Совершенно другая текстура, чем у курочки. Но так классно. Картошка на гусином жире. Под гусятинку, конечно же, нужно хорошее красное сухое вино. Как сделать вкусное сухое вино? Ссылочка вверху. Если вам понравилось это видео, ставьте огромные-огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня – это самое спокойное место. Гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау-га